Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Павла Ларина. Чтобы вовремя узнавать о выходе новых видео, ты можешь нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписка оформлена. Ну а мы начинаем. Недавно на канале Джон Соло я наткнулся на одну интересную теорию о том, почему Люк Скайуокер смог сопротивляться влиянию тёмной стороны, в то время как Энакин Скайуокер, его отец, перешёл на сторону Тьмы и в моём сегодняшнем видео я хочу поведать вам о её сути. Итак, как знает, наверное, любой фанат Звездных Войн, у Энакина Скайуокера судьба была очень схожа с судьбой его сына. Оба они выросли на пустынной планете Тутуин, которую они оба очень сильно не любили и с которой они хотели улететь. Оба они стали джедаями и в жизни обоих этих людей были моменты, которые очень сильно приближали их к тому, чтобы перейти на путь Тьмы. Но в то время как будущий Дарт Вейдер не раз поддался соблазну и неоднократно позволял Тьме захватить себя, а в конце концов стал самым настоящим лордом ситов, его сын успешно противостоял нападкам Тёмной стороны и хотя однажды на своём жизненном пути он всё же прикоснулся к ней, Тьма никогда не затуманила его разум настолько, чтобы он потерял в ней себя и стал другим человеком. Но самой, наверное, знаменитой деталью, которая объединяла их, было то, что оба члена семьи Скайуокеров начали своё обучение в Ордене Джедаев в уже сознательном возрасте и оба они не были юнглингами, сразу же став падаванными после вступления в джедайскую организацию. Причём, как мы знаем, для мастеров-джедаев начинать обучение детей и уж тем более молодых людей старшего возраста всегда было тяжелее, чем обучать будущих рыцарей с младенчества. Причём, чем старше был юнглинг или падаван в начале своего обучения, тем выше был шанс того, что тот, следуя своим эмоциональным привязанностям и душевным переживаниям, сойдёт с верного пути и перейдёт на сторону Тьмы. И тут перед нами сразу встаёт одна странная деталь. Дело в том, что на момент своего обучения Люк Скайуокер был в два раза старше, чем был Энакин во время битвы за Набу, соответственно, вероятность того, что его сын перешёл бы на тёмную сторону, была бы как минимум в два раза выше, чем у того человека, которого джедаи называли избранным. Впрочем, сейчас я постараюсь объяснить тебе, дорогой зритель, почему же всё было так, как оно в конечном итоге и произошло. Итак, как мы знаем, тёмная сторона силы базируется на эмоциях. И именно по этой причине ситы при поиске учеников для себя старались найти существ, чьи души были наиболее изранены и чьи эмоции были больше всего под властной тьме. В данном случае возраст не имел значения. Так Дарт Бэйн начал своё обучение уже будучи мужчиной, который десятки лет страдал, будучи шахтёром, а затем и солдатом, не зная о своих способностях силы. Он ненавидел и окружающих, и самого себя и поэтому, имея возраст, выходящий далеко за рамки 20 лет, начал своё обучение в Академии ситов, в то время как Дарт Занна, например, стала ученицей лорда ситов, будучи маленькой девочкой, чья душа, впрочем, тоже была изранена гневом, ненавистью и страхом. С другой стороны, джедаи, последователи света, всегда старались найти себе как можно более молодых учеников, чтобы те не имели вышеупомянутых душевных дефектов и чтобы старшим джедаям было проще воспитывать в них уважение к окружающим и взращивать в юнглингах и падаванах дисциплину, ибо отсутствие уважения к другим и самодисциплины было двумя самыми важными факторами, ведущими на тёмную сторону. И да, у Энакина оба эти качества были развиты лишь частично, я смею даже сказать рудиментарно, про отсутствие в нём дисциплины знает каждый, да и его уважение обычно было направлено лишь на небольшой круг лиц, а жизнями чужих людей он мог жертвовать без зазрения совести. Всё-таки его детство было трудным, ибо он жил в окружении бандитов и других злых личностей. Ну а та эмоциональная привязанность, которую он испытывал к своей матери, тоже, несомненно, была препятствием на его пути к становлению настоящим защитником света. И да, без манипуляций, совершённых Дартом Сидиусом, полное использование этих недостатков в Венекине было бы невозможно, но поскольку Сид стал его ближайшим другом, он смог надавить на эмоциональные болевые точки и тем самым сделать будущего Дарта Вейдера рабом своей воли, и именно подобных событий не боялись джедаи, когда брали к себе в орден девятилетнего ребёнка. Люк же Скайуокер, в отличие от своего отца, вырос в атмосфере уважения к нему со стороны всех окружающих. У него была полноценная семья и у него было много друзей, и это не говоря ещё о Бенни Кеноби, его наставнике и защитнике, который не раз спасал мальчика джедаи от опасностей пустынной планеты и её жителей. Это было именно тем, что защитило будущего джедая от влияния жизни низов общества, и именно вышеперечисленные факторы обусловили его полноценное эмоциональное развитие и именно их воздействие воспитало в мальчике уважение к другим, дисциплинированность и желание помогать всем, а не только тем, кто тебе дорог. Конечно, на его жизненном пути тоже было много страшных событий. Смерть его родственников, которые были ему как мама и папа, убийство его наставника и даже потеря собственной руки – всё это могло переманить его на путь тьмы, если бы он был хотя бы чуть-чуть неполноценным в плане душевного здоровья, но он с достоинством перенёс все те трудности, которые взвалились на него, а его характер только стал сильнее и уже не только психологическое, но и физическое воздействие вроде молнии силы не могло заставить его сойти со своего пути. Подводя итоги, я бы хотел сказать, что перехода Энакина Скайуокера на Тёмную сторону было действительно очень трудно избежать. Тяжёлое детство вкупе с манипуляциями одного из самых мудрых и зловещих жителей галактики не оставляли джедаем шанса спасти молодого рыцаря от падения на Тёмную сторону. И если бы они прилетели на Татуин хотя бы на несколько лет раньше, и если бы они отгородили мальчика от влияния его злобного окружения, то всё могло бы быть иначе. Возможно, джедаи и руководство Республики сами виноваты в том, что не обращали внимание на планеты Внешнего Кольца, где миллиарды детей, таких как Энакин, жили в постоянной борьбе за выживание. На этот вопрос я предлагаю вам ответить в комментариях, а также проголосовать в моей группе ВК, ссылку на которую я даю в описании. Ну а на этом всё, не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал, если хочешь видеть больше подобных видео. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео, я всегда буду рад видеть тебя в моей группе ВК и на моих стримах. Спасибо за просмотр, и да пребудет с тобой сила. Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok